бонжур дамы и господа я рад вас приветствовать лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежьев здравствуйте и вы гости моего канала кто первый раз пришел расскажу лучшие рыбаки присылают свои рыболовные рецепты мы их в рыболовном колизее приготовлю есть у нас караси мы отдаем насадки карасям они их пробуют и в конце мы подводим итоги какая насадка им понравилась лучше то берем с собой на рыбалку если вам понравится тоже эта насадка можете вы приготовить пойти проверить как она работает у вас и потом написать мне в комментарии что мы сегодня будем делать есть у меня семя льна цельная есть у меня конопля цельная тоже так что лен или конопля многие пишут бери лен многие говорят бери коноплю и те и те правы ну что взять какая лучше давайте проверим сегодня на наших карасях и будет какая-то у нас уже картина маслом что возьмем с собой на рыбалку так что если вы готовы и вас это устраивает я начну начинаем перемалывать коноплю насыпаем немного а можно и много останется на рыбалку с собой возьмем насыпали конопли в кофемолку вот у меня вот столичка и и ну что заводим погнали готова наша конопля перемолота какой запашок от нее идет рыбка просто обалдеет и так это дело мы пересыпаем теперь идем моем эту посудину протираем хорошенько и берем лен готова наша посудина чистая семя льна продукт российских полей с этим сыпем чем-то похож этот лен на коноплю у конопли чуть-чуть потолще семечки закрыли крышку погнали готова вот такая у нас получилась конопля вот такой у нас получился перемолотый лен все теперь замешиваем тесто смотрим ну вот наш лен перемолотый здесь конопля что я сделал взял муку взял воду замутил тесто получился вкус манище оторвал две половинки и сейчас мы будем закатывать в один коноплю в другой лен кстати друзья много мне писали что как тебя найти где ты есть в контакте мы не можем есть почти у всех инстаграм и пишут мне почему ты не ведешь инстаграм где можно пообщаться подписать посмотреть почитать и решил я все-таки завести себе инстаграм ну как завести у меня он был там наверно полгода может год а может два назад не помню завел пару фоток кинул и благополучно про него забыл ну коль пошла такая пьянка решил я заняться этим делом буду с рыбалок выкладывать фотки в инстаграм кому хочется увидеть первым прежде чем выйдет видео подписывайтесь ссылочка будет в описании заходите в инстаграм и там все будет пока там пару фоток есть так что только начинается все первым у нас пойдет лен взял я тесто вот так вот небольшую дырочку не знаю как правильно сделать может надо было все-таки этот лен высыпать в воду и потом замешать на нем тесто без понятия ни разу не делал не утверждаю что именно вот так надо делать попробуем на то не рыболовные приключения все надо тестировать все надо пробовать все тесто number one у нас готова льняное тесто такого вы еще точно не видели берем наш кусочек вот этот чистенького теста так это все мы отодвигаем и засыпаем сюда коноплю ну я так понюхал запах идет как бы не пустое тесто значит рыба учует рыбы не у кого-го мне как-то приятель амарыч рассказывал что где он смотрел вроде по дискавери говорил что то ли карп то ли лещ за 10 метров чувствует мотыля как вот он мотыль там на земле где-то шарахается или как там шолохается и лещ за 10 метров ты дын мотыль и идет к нему я конечно посмеялся ну хотя блин фиг его знает может реально у него там такое обоняние такая реакция что он там малейшее там движение мотыля за 10 метров учует и нюхает и придет то что у рыбы нюх эгэгэ это сто процентов но то что именно такой не знаю ну надо будет проверить летом возьмем мотылей накидаем поставим подводную видеокамеру будем смотреть за сколько метров лень или лещу нюхает у нас будет удивительная рыбалка этим летом я просто мечтаю чтобы ничего не сорвалось что все пошло по плану никаких нудных таких вот сегодня мы взяли фидер такой-то то-то то-то и сидишь полчаса рассказываешь какой у тебя фидер какой ты молодец а потом поймаешь три веща и всем пока и таких видео каждый день одно на одно похоже нет это не про нас мы будем делать то что не делают другие каналы все готово тесто конопляное тесто льняное ну что наконец-то мы выясним эту вечную проблему какое тесто брать с собой или со льном или с коноплей это касается не только тесто это же можно и в прикормку высыпать так что если я сделал это с тестом это не значит что обязательно с тестом можно сделать манную болтушку просто не лень ее сейчас 20 минут колбатить это можно сделать наверное с хлебом это можно добавить еще в какие-то интересные рецепты так что пробуйте экспериментируйте если получится обязательно пишите нам мы проверим как она работает ну а теперь погнали карасям посмотрим что они скажут а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все. Тесты наши окончены. Давайте подводить итоги. Начнем со льна. Лен отлично показал себя сегодня на карасях. Караси его полюбили. Тесто клювали жадно. Обязательно будем добавлять лен в наши насадки. Обязательно будем тестировать его на реках. Посмотрим, как он покажет себя там. В прикормке, я уверен, тоже отлично себя покажет. Будем брать, пробовать и на леню, и на леща, и на карася. По карпу проверим. Отлично показал себя вот этот лен. Мне понравилось. Будем брать. Тест прошел. Ну а теперь давайте поговорим о конопле. Конопля показала, конечно, результат получше. Тоже карась ее ел. Тоже карась ее полюбил. Но, признаюсь честно, по моим выводам, карась полюбил коноплю больше. Лен, как бы, отличная насадка. Но конопля, друзья, лучше. По крайней мере, на наших тестах. Не буду утверждать, что на реке конопля будет лучше. Не буду утверждать, что на ваших реках и озерах конопля лучше, чем лен. Я говорю про сегодняшние тесты. На наших карасях. Конопля показала лучший результат. Не обязательно, если кто-то захочет купить, брать именно вот этой фирмы. Берите любую, какая у вас есть в ваших рыболовных магазинах. Вот такие вот тесты. Вот такие вот у нас сегодня битвы. Берем, значит, с собой коноплю. Берем лен. Выезжаем на реку и проверяем там. Думаю даже сделать, знаете что? Перемолоть лен и коноплю и добавить в перловку. Отварить перловку. Отлично она показывала результаты в октябре у меня по плотве. И замешать ее. Вот или с коноплей, или с льном. Посмотреть. Она напитается, настоится. Как рыба к ней относится. Как вам такие тесты? Нормальные? Ладно, скоро выйдем на реку. У нас сейчас дожди. Мне пришел зонт. Буду сидеть под большим зонтом. Потом покажу, расскажу, где брал. Классная штукенция. По крайней мере, я так думаю, еще не пробовал. Вот выйдем на реку и посмотрим. У нас дожди. А это самое время будет испытать наши насадки. И наш проверить на прочность зонт. Все. Кто не подписан, можете подписаться. Кому понравилось видео, бахните лайк. Кому есть, что предложить, сказать, пишите в комментариях. Не забываем про мой инстаграм. Подписываемся. Всем добра, удачи, счастья. И до скорых встреч. Они вы знаете очень и очень скоро будут клевые рыболовные приключения. Пока, пока, пока.